ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД собирается взять на вооружение глушилки. Устройства, подавляющие сотовую связь, сигнал блютуз или вай-фай, будут устанавливать в помещениях, где проводится экзамен на знание ПДД. А то ведь обнаглели, сятоют в госавтоинспекции. В последнее время кандидаты в водителей все чаще и чаще прибегают к разным ухищрениям, чтобы пройти испытания. Переговорные устройства прячут даже в специально загипсованную часть тела. ТРАССА СТО ОДИН В России резко сократилось число ДТП с участием нетрезвых водителей. По словам представителей госавтоинспекции, показатель за первую половину 2021 года снизился на 40%. Этому поспособствовал комплекс мер, включая сплошные проверки и отработку сигналов от неравнодушных граждан. Что касается пьяных за рулем, то их, судя по статистике, меньше не становится. ТРАССА СТО ОДИН В продолжении темы инспекторы ДПС в скором времени получат приборы для мгновенного определения у водителя состояния алкогольного опьянения. Об этом заявил руководитель ГИБДД Михаил Черников. Каких-либо подробностей о новых устройствах нет. Сообщается ли, что по функционалу они будут сопоставимы с алкотестерами, которые используются за границей? Изменятся ли при этом правила прохождения? Освидетельствование не уточняется. ТРАССА СТО ОДИН Тойота начала принимать заказы на новое поколение Land Cruiser. Стартовая стоимость внедорожника 5 млн 613 тыс. рублей на 200 тыс. дороже предыдущей версии. Комплектацией у Land Cruiser 303. Мотор пока только бензиновый, шестицилиндровый, объемом 3,5 литра, мощностью 415 л.с. Трансмиссия 10-ступенчатый автомат. В базовой версии присутствуют, в частности, светодиодные фары, кнопка запуска двигателя со сканером отпечатка пальца, принудительная блокировка дифференциала. ТРАССА СТО ОДИН Китайская Chery собирается продавать в нашей стране электромобили. В Поднебесной линейка электрокаров компаний включает в себя 7 экземпляров. Самый популярный из них – компактный хэтчбэк EQ1, стоимость которого в переводе на рубли составляет почти 570 тысяч. Машина оснащается 41-сильным электродвигателем. Запас хода – порядка 150 километров. На данный момент в нашей стране официально можно купить только один электромобиль китайского производства. Это Джак IEV7S. Цена вопроса – 2,5 миллиона рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101